На неделе в Иране был похоронен 8-й президент Исламской Республики Ибрахим Раиси и другие жертвы авиакатастрофы. Трагедия произошла, когда Раиси направлялся в город Тибрис после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Для лидеров Азербайджана и Ирана это была важная встреча. Ильхам Алиев назвал ее исторической. Моя последняя встреча с Иидом Ибрахимом Раиси была исторической. И он, и я назвали эту встречу именно исторической. Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности Иран-Азербайджанских отношений. Это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы друзья, братья и впредь будем вместе. Лидеры двух стран ввели две гидроэлектростанции на Иран-Азербайджанской границе. Но более важным были их двухчасовые переговоры. Это была перезагрузка в Азербайджан и иранских отношениях. Охлаждение наступило после террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране в 1923 году, в результате которой был убит начальник охраны ДИП-представительства. Двое его коллег получили ранение, после чего посольство Азербайджана в Тегеране было эвакуировано. Иран со своей стороны был озабочен независимой политикой Азербайджана, а также сближением Баку и Тель-Авива. Но в конечном итоге, похоже, политики в Тегеране решили отложить свои опасения и установить более тесные отношения с Баку. В ходе нашей двусторонней встречи еще раз были подтверждены будущие направления развития Иран-Азербайджанских отношений и вновь продемонстрированная сильная политическая воля обеих сторон. В то же время мы провели широкий обмен мнениями по конкретным инфраструктурным проектам. Были приняты важные решения. Глава азербайджанского государства отметил, что погибшему иранскому лидеру не посчастливилось увидеть реализацию договоренностей, но выразил надежду, что они будут реализованы новым руководством Ирана. Баку и Тегеран помимо энергетики связывают глобальные транспортные проекты. Это коридор АРАС, который откроет сухопутный путь из Азербайджана в его Нахичеванскую автономную республику. И международный коридор Север-Юг, который в корень изменит всю мировую логистику. Иран объективно заинтересован в нормальных торгово-экономических связях, которые дают возможность модернизировать экономику, нельзя ли она внешнее давление и санкционное ограничить. На этом плане, конечно же, Тегеран будет заинтересован в нормализации отношений с Баку. Собственно, это уже произошло. Иран, как ответственная страна, по-прежнему обеспечит нормальные взаимоотношения с ближайшими соседями в регионе, прежде всего, военностабильного, предстоящего и безопасного будущего. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва нацелена тесно сотрудничать с Ираном и Азербайджаном в разных форматах. Мы видим большой потенциал в развитии региональных проектов между странами Южного Кавказа и их соседями. И такая логика, в частности, заложена в нашей работе по расширению международного транспортного коридора с север-юг. Мы настроены на продолжение тесного сотрудничества с Баку, с Тегерана, в том числе в рамках диалогового формата «Россия-Азербайджан-Иран», а также по линии консультативной региональной платформы «Три плюс три». Напомню, это Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия. Убеждены, что регионалы, региональные игроки должны сами искать решения имеющихся вызовов и проблем без вмешательства из ней. Напомню, что платформа «Три плюс три» — это формат, объединяющий три региональные державы — Иран, Турцию и Россию, а также три страны Южного Кавказа — Азербайджан, Армению и Грузию. Он был создан в 2021 году. Правда, представители Грузии пока не принимали участия во встречах. Но все может измениться. Грузия переживает нелегкий путь политической трансформации и находится под сильнейшим западным давлением. Однако руководство Грузии начинает понимать, что дружба с Западом может обернуться против страны. Грузинские власти — это очень сложная ситуация. С одной стороны, они говорят о продолжении курса на интеграцию в внешнеполитический контур США, вхождении в НАТО, вхождении в ЕС. А с другой стороны, не слушаются хозяев, которые руководят НАТО и ЕС. Вот в этом их проблемы. Поэтому те хозяева могут себе позволить и реально рассчитывают на позитивный результат нового госпереворота грузинского. В свое время они уже такое сделали, когда Саакашвили первый раз привели к власти. Сейчас организуется вторая попытка. По тем же сценариям, по тем же методичкам никто не парится, никто не заморачивается на что-то новое. Стандартно прокатило много раз, прокатит и еще. Вокруг гибели Раиси, несмотря на официальное заявление Министерства обороны Ирана, что вертолет не подвергался внешнему воздействию, что катастрофа, скорее всего, произошла из-за плохих погодных условий, будет предложено много конспирологических версий. Однако российский политолог Игорь Коротченко уверен, что гибель Раиси кардинально не изменит политический курс Ирана. Игорь Юрьевич, а кто обладает реальной властью в Иране? Гибель Раиси, скорее всего, еще ближе сплотит страны региона. А сразу после того, как стало известно об инциденте с вертолетом, первыми свою помощь Ирану предложили Азербайджан, Турция и Россия. Эти игроки не заинтересованы во внешнем вмешательстве и попыткам манипуляции со стороны западных сил. В нестабильной геополитической ситуации такое единение будет важным для соблюдения баланса сил и сохранения стабильности на Южном Кавказе.